Реконструкция здания областного диспансера радиологической защиты населения стартовала этим летом. Контролирует процесс капитального ремонта специальный оперативный штаб, руководство клиники, подрядчики, представители инвестора. По информации заместителя главы области Евгения Шахненко, финансирование есть, работы идут по графику. На сегодняшний день практически уже на 80% заменены все коммуникации. Это системы канализации, водопровода, горячее водоснабжение, теплоснабжение. Сегодня процентов на 50 у нас уже выполнены работы в цокольном помещении, где находятся основные приборы учета, приборы снабжения, энергообеспечения зданий. Мы на сегодняшний день вышли уже полностью на отделочные работы в операционном блоке. Средства на ремонт выделены из областного бюджета по инициативе председателя областной администрации Юлии Светличной. Также финансирует восстановление медицинской клиники Европейский инвестиционный банк. По данным компании-подрядчика, выполнено 70% работ. За деньги инвестора приводятся в порядок первый этаж больницы, операционный блок и реанимация. За средства областного бюджета идет замена стояков, ремонт санузлов, следующий этап – реконструкция внутридворового фасада. Предстоит сложная работа. Там сложно будет установить леса, усилить простенки, поставить на место перемычки, заштукатурить фасад, восстановить кирпичную кладку, отливы и установить водосточные трубы. Как рассказал заместитель главы области Евгений Шахненко, разрабатывается комплексная документация по ремонту всех зданий больницы. На следующей неделе пройдет тендер и определится победитель. Он будет вести проектные работы, чтобы со следующего года реконструкция медучреждения продолжилась. Виктория Вашкевич, Медиагруппа «Объектив».